На днях известной певице Лолите Марковне-Милявской исполнилось 54 года. Лола, милая, с днём рождения, и пусть вся страна замрёт от вожделения. Ты красавица, и чтоб без паники, ты шикарная всегда в своём купальнике. Она всегда поражает окружающих своим оптимизмом, искренне общается с подписчиками. Но на днях артистка шокировала, сделав откровенное признание. Вообще, с бокальчиком виски меня можно застать периодически. Не вижу в этом ничего плохого. Могу сказать, да, я алкоголик, потому что именно алкоголики никогда не говорят, что они алкоголики, понимаете, да? По словам самой Лолиты, она иногда устает от популярности, потому что невозможно спокойно сходить даже в магазин. Она говорит в шутку, что пока раздаст автографы и сфотографируется с поклонниками, то другие клиенты купят понравившуюся ей вещь. Знаменитость уверяет, что не видит ничего плохого в периодическом распитии алкоголя. Вы знаете, как на духу скажу. Пошли все нахуй, те, кто думал, что я делаю что-то не так. Также Лолита рассказывает, что не страдает звездной болезнью, а в последние годы старается вести простую и скромную жизнь, снизив даже численность своих гастрольных выступлений. Теперь она старается появляться на сцене не больше десяти раз в месяц. С возрастом певица стала больше понимать, что ей повезло в жизни. Она считает себя счастливой женщиной и проводит больше свободного времени с семьей или отдыхая за городом. И мы присоединяемся к поздравлениям с днем рождения. В морозилке лежит водка, это тоже для тебя. В море плавает селедка, это тоже для тебя. Все, что в мире происходит, тебе будет в наслаждение. Никогда пусть не проходит праздник твоего рождения. А какой период творчества Лолиты нравится вам больше? Ранние, когда она выступала с Александром Цыкало в составе Кабары Дуэт Академии. Или более свежие. Остановите землю, чудо чудное, на Титанике. Пишите в комментарии свои варианты и то, что вы думаете о отношении к алкоголю. Ориентация север, я хочу, чтоб ты верил, я хочу, чтоб ты плакал. Пошлю его на небо за звездочкой, конечно.